Я рада вас приветствовать на своем канале Чудесный Огород. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как заготовить или собрать имена всеми нами любимого овоща, как томат. Информация будет больше полезна для начинающих огородников. Как я это делаю, я сейчас расскажу. Для сбора семян с первой или со второй кисти мы берем самый красивый, какой нам понравился плод. Оставляем их до полного созревания. Чтобы не расклевывали птицы плоды, можно завязать, когда плод висит у вас на кусту, можно его закрыть тканью. Завязать в мешочек, одеть, и тогда птицы не повредят. После созревания я снимаю плоды, кладу их на подоконник, но не на солнечное место, чтобы не было прямых солнечных лучей, до полного созревания. Плод становится жухлым и вот с такими признаками старения, увядания. Когда плод томата дошел до определенной кондиции, я начинаю выпускать семена. Для этого мне понадобится какая-то емкость, можно баночку. Мы разрезаем томат. Из кармашков вынимаем семена вместе с мязгой, или как еще ее называют, с мякотью. Я извлекла все семена. Началась вот такая кашица. Я их промывать не тороплюсь. Я оставлю для окончательного сбраживания семена на одни-двое суток. Поставлю их в тепло. Очень хорошо поставить на кухонный шкафчик наверх, чтобы семена сбродили. Обратите, пожалуйста, внимание, эти семена бродят сутки. Время от времени я их помешиваю, достаю и помешиваю, чтобы сверху не образовывалась плесень. После сбраживания семена с мязгой приобретут такой характерный запах брожения. Они очень приятны. Значит, семена готовы, их можно промывать. После мы промываем хорошо семена до полного очищения под проточной водой. Можно использовать ситочку или сито, как вам удобно. После того, как я освободила семена томатов от мязги, я даю воде стечь, чтобы семена стали более сухими. Вода с семян ушла. И я для сушки раскладываю семена на полиэтиленовый мешочек, предварительно наклеив маркировку. Мне такой способ больше нравится. С полиэтиленового мешочка очень легко снимаются семена томатов, нежели с бумаги. Храню я семена томатов вот в таких самодельных пакетиках. Также предварительно подписываю и указываю год сбора семян. Хранить я семена буду в темном, прохладном, сухом месте. Семена томатов сохраняют схожесть до 10 лет. Собранные семена в этом году, в 2016, на будущий год я сеять не буду. Отложу их до созревания на 1-2 года. Семена будут лучше сходить, у растений будет сильнее и крепче иммунитет. Почему я больше предпочитаю хранить в бумажном пакетике, допустим, чем в целлофановом пакетике. В бумажном пакетике им будет легче дышаться, не будут отсыревать и плесневать. Сейчас я этот пакетик положу до полного высыхания семян, также на кухонный шкафчик. А на сегодня все. Я вам желаю отличного настроения и доброго урожая. До встречи. Пока-пока.